Итак, наконец мы приступаем к изучению типа артропода сенсустрикта, членистоногие в узком смысле, или эоартроподы. Это огромная группа животных, насчитывает около полутора миллионов видов, только внесенных в каталоге. При этом понятно, что общее видовое разнообразие даже примерно не поддается каким-либо прогнозам и подсчетам. Что характеризует настоящих членистоногих? Во-первых, если вы посмотрите на тело членистоногого, вы прежде всего обратите внимание на то, что оно почти всегда бывает разделено на тагмы. Тагмы это группы сегментов, заточенные под выполнение каких-то определенных функций. В базовом виде этих тагм три. Это голова, которая состоит, как правило, из пяти-шести сегментов. Функции головы более-менее понятны. Это прежде всего управление всем телом, потому что там находится головной мозг. Это центр расположения большинства органов чувств, зрения, антенны, которые сочетают обоняние, осязание. Ну и естественно на голове также находится ротовое отверстие. Следом за головой следует грудная тагма или торакс. Грудь это прежде всего тагма локомоторная. На ней располагаются ноги, ну а у насекомых помимо ног на груди располагаются еще и крылья. Количество сегментов в грудной тагме в разных группах членистоногих различное. Ну вот у насекомых, например, грудь состоит из трех сегментов, у паукообразных, как правило, из четырех. У многоножек это могут быть там многие десятки, а иногда даже и больше сотни сегментов. Ну и наконец последняя тагма это брюшко или обдомен. Это часть тела, в которой сосредотачиваются функции пищеварения, размножения, запасания питательных веществ. Другой интересной особенностью членистоногих является наличие фасеточных глаз. Фасеточные или сложные глаза, это глаза, которые состоят из большого количества отдельных светочувствительных глазков. При этом помимо сложных глаз, фасеточных у членистоногих могут быть и простые глазки. Не у всех членистоногих имеются фасеточные глаза. Многие членистоногие обходятся только простыми глазками, многие обходятся вообще без зрения. Но тем не менее за пределами членистоногих фасеточных глаз неизвестно ни у каких других групп животных. Довольно часто у одного животного могут комбинироваться органы зрения. То есть у одного животного могут быть и фасеточные сложные глаза, и простые глазки. Иногда бывает так, что в ходе индивидуального развития сменяются органы зрения. Например, у насекомых с полным превращением. У личинок, как правило, развиты только простые глазки, а уже при линке на имагинальную стадию у них появляются сложные фасеточные глаза. Но и простые глазки при этом тоже могут оставаться. Ну и наконец, самая главная синапоморфия типа членистоногих. Вот если вас на экзамене спросят, что характеризует тип членистоногие, ваш ответ самый первый, самый правильный. Тип членистоногие характеризуется тем, что у них членистые ноги. Всё очень просто. Действительно, членистые ноги. Это уникальная особенность именно этого типа. И давайте мы сейчас разберёмся с тем, что же это такое, что они из себя представляют. Членистые ноги представляют из себя последовательный ряд хитиновых сегментов. Это хитиновые трубки, которые соединены между собой шарнирными механизмами. Как правило, каждое соединение способно к изгибанию строго определённой плоскости. Но при этом, поскольку таких соединений внутри ноги достаточно много, то интегральная подвижность конечности получается достаточно высокой. Внутри каждого сустава имеются мышцы сгибателя и разгибателя. При этом интересная особенность, что мышцы сгибателя есть всегда, а вот мышцы-разгибателя могут и отсутствовать. У некоторых членистоногих разгибание конечности осуществляется за счёт гидравлического принципа, то есть за счёт нагнетания в неё гемолимфы. Осуществляется оно таким образом пассивным путём. А сгибание уже является активным действием. Нога состоит из определённого количества члеников. Ну вот здесь на рисунке показана стандартная нога насекомого. Она состоит из таких члеников, которые называются кокса или тазик, трахантер, вертлук, фемур, бедро, тибия, голень. И в конце к ноге крепится многосегментное продолжение, которое называется лапка. Так вот, членики в ногах у членистоногих бывают истинными и ложными. Истинные членики это тазик, вертлук, бедро, голень. Ну, в данном случае у насекомого. А вот членики лапки являются члениками ложными. В чём же тут разница? Разница в мускулатуре этих члеников. Я вам говорил, что в ноге между каждой парой члеников имеется мускулатура. Мышцы сгибателя и мышцы разгибателя, которые управляют движением каждого сустава. Так вот, в лапке у насекомого на самом деле нет мышцы сгибателей и разгибателей для каждого из сегментов лапки. Имеется одна единственная мышца, которая находится в базальном членике лапки. А от неё уже тянется сухожилие до самого конца лапки. И таким образом все сегменты лапки приводятся в движение сокращением одной единственной мышцы. То есть это значит, что подвигать отдельно каждым членикам лапки насекомое не способно. Это и называется ложные членики. То есть на самом деле это действительно членики. Они между собой подвижно сочленены. Но при этом они все приводятся в движение одной единственной мышцы. Нога членистоногого с механической точки зрения это удивительно эффективный механизм. Членики ноги при такой конструкции способны выдавать очень хорошие механические показатели при минимальных затратах энергии. Ноги у членистоногих располагаются посегментно. То есть на каждом сегменте тела находится одна пара ног. При этом ноги есть не только на грудной такме. Ноги есть и на голове, и на брюшке. Дело в том, что нога членистоногого это настолько эффективный прибор, настолько эффективный аппарат, что у членистоногих очень большое количество органов делается из видоизмененных ног. Практически все, что торчит наружу из членистоногого животного, это так или иначе видоизмененные ноги. Видоизмененными ногами являются антенны, являются части ротового аппарата. Всевозможные мандибулы, максилы, хелицеры, педипайпы и так далее. Из ног делаются жабры и легкие, из ног делаются гениталии, из ног делаются паутинные бородавки. В некоторых более экзотических случаях из ног делаются какие-то специальные органы, всякие прыгательные вилочки и так далее. В общем, список того, во что могут превращаться ноги членистоногих, можно продолжать очень долго. Пожалуй, единственным удивительным исключением в данном случае является то, что ногами не являются крылья насекомых. Вот крылья насекомых это действительно не ноги, крылья насекомых это новообразование. Всё остальное у членистоногих, в общем-то, всё сделано из ног. Тело насекомых, тело членистоногих покрыто мощными хитиновыми пластинами, подвижно сочленёнными между собой. Ну или в некоторых случаях менее подвижно сочленённых. Степень подвижной сочленений может очень сильно варьировать, причём это не обязательно может быть строго подвижное или строго неподвижное сочленение. Это могут быть сочленения с разной степенью жёсткости и упругости. Склериты тела у членистоногих достаточно стандартные. Если вы разрежете членистоногое поперёк, то вы увидите, что его тело закрывают снаружи строго определённые склериты. В базовом варианте это два склерита. Один спинной, другой брюшной. Спинной склерит называется тергит. Брюшной склерит называется стернит. Иногда, ну не всегда, но иногда, к этим двум склеритам добавляется ещё и пара боковых склеритов, плериты. На самом деле у членистоногих строение покровов тела очень широко варьирует в разных группах. Поэтому его сложно свести к какой-то единой схеме. Но, тем не менее, вот такая вот схема с тергитами и стернитами повторяется достаточно регулярно. Тергит и стернит есть почти всегда. Ну, в некоторых случаях бывают исключения, когда, например, там тергит может полностью покрывать собой всю поверхность сегмента, при этом полностью вытесняя стернит. Или в редких случаях может быть противоположная ситуация. Плериты есть не всегда. Ну вот, например, у насекомых грудная тагма имеет плериты, а брюшная тагма плеритов не имеет. Ну и, естественно, эти сегменты несут все те усиливающие структуры, про которые я вам уже рассказывал на прошлой лекции. Эти склериты несут на себе всевозможные гребни, швы, зубцы, борозды, ападемы, к которым крепится мускулатура. Ну и внутри головы, как правило, располагается эндоскелет, который называется тенториум. Тело членистоногих разделяется на тагмы, о чем я вам уже говорил. Это тагмы головная, грудная и брюшная. При этом в разных группах возможны различные виды изменения этих тагм, различные слияния отдельных тагм. Ну вот, например, у паукообразных и ракообразных достаточно часто сливается головная и грудная тагмы, образуя при этом единую тагму, которая называется головогрудь. У жалящих перепончатокрылых, ну вот, скажем, у муравьев, ос, один сегмент брюшной тагмы сливается с грудной. И таким образом, когда вы видите осу с ее брюшком, то на самом деле эта брюшка, это не целая брюшка. Это брюшка, лишенная одного из сегментов, которая во что в грудь. У некоторых клещей может происходить вообще полное изменение стандартного тагмозиса. У них достаточно часто все тагмы сливаются в одно монолитное тело. А у некоторых клещей наблюдаются вообще удивительные вещи, когда появляется вторичный тагмозис. При этом разделение между тагмами приходится на середину исходного грудного сегмента. Так что тагмозис у членистоногих может быть очень разнообразным. И когда мы будем говорить про отдельные группы членистоногих, мы этот вопрос обязательно затронем. Членистоногое животное – это модульный организм. Тело членистоногих состоит из небольшого количества достаточно стандартных строительных блоков. Достаточно стандартных кирпичиков. И чтобы понять различия между разными группами членистоногих, вам по большому счёту нужно просто понять, каким образом и в какой последовательности эти кирпичики в разных группах соединяются. На самом деле эта аналогия не такая уж абстрактная. Потому что действительно модульность строения организма членистоногих в буквальном смысле зашита в их геноме. С генетической точки зрения тело членистоногого, его построение, его эмбриогенез определяется специальной группой генов, которые называются хогсгены. Это как раз гены, которые определяют, где в какой части тела будет построен сегмент того или иного типа. Причём интересный момент, что сейчас с развитием современных генетических методик можно в буквальном смысле поиграться с этими хогсгенами. И можно за счёт методов генной инженерии, например, вставить насекомому в какой-нибудь лишний сегмент. Или, например, вырастить ему ногу на голове. Просто за счёт игры с этими хогсгенами. То есть, по большому счёту, вы просто этот конструктор собираете в другой последовательности. Но всё-таки в данном случае нас интересуют не игры генных инженеров, хотя они, конечно, тоже весьма занимательны. А нас интересует, в какие комбинации эти стандартные блоки собираются в естественных природных условиях. Так вот, давайте разбираться. Чтобы разобраться с сегментацией тела членистоногих, ну, опять-таки надо вспомнить, что на каждый сегмент приходится по паре конечностей. И, что очень важно, на каждый истинный сегмент приходится по одному ганглию нервной системы. Таким образом, именно отслеживая ганглии, мы можем достаточно точно определять границы сегмента. Потому что, ну вот, например, есть у членистоногих голова. И в этой голове вообще все внешние границы сегментов полностью исчезают. Но, тем не менее, в строении головного мозга мы по-прежнему наблюдаем стандартный тагмозис, стандартная последовательность ганглиев. И при этом можем наблюдать, какой ганглий иннервирует какую пару конечностей. Так вот, какие же конечности, какие придатки иннервируют те или иные ганглии у членистоногих. Итак, первый сегмент головного мозга. Протоцеребрум. Протоцеребрум никогда не иннервирует никаких придатков, никаких конечностей. Протоцеребрум соответствует так называемому предантеннальному сегменту. И иннервирует он исключительно глаза. Вот эти вот большие, сложные фасеточные глаза. Это по большому счету вырост протоцеребрума. Но при этом придатком, видоизмененной ногой он не является. Следующий сегмент. Дейтоцеребрум. Дейтоцеребрум иннервирует антенну. Антенна это как раз видоизмененная конечность. Как правило, в форме длинной ниточки это сенсорный орган. Это орган осязания, обоняния. Ну и в некоторых случаях это орган слуха и виброрецепции. Ну прежде всего это, конечно, осязание и обоняние. Антенны характерны для ракообразных, насекомых и многоножек. У паукообразных, ну и вообще у хелицеровых, антенн никогда не бывает. Более того, у них и дейтоцеребрум вообще редуцируется. Ну на этой схеме еще нет такой важной, очень интересной, ископаемой группы членистологиев, как трилобиты. Трилобиты, для них на самом деле строение сегментации тела и строение нервной системы известно. Этих животных собрано очень большое количество, поэтому нам много что про них известно. Так вот, про них тоже известно, что у них протоцеребрум иннервировал глаза, дейтоцеребрум у них также иннервировал антенны. Следующий сегмент это тритоцеребрум. У ракообразных он иннервирует вторую пару антенн. У хелицеровых он иннервирует хелицеры. Ну хелицеры это ротовые органы. Это вот те самые жвалы, которыми паук пережевывает добычу и которыми он собственно кусается. Да, пауки могут кусаться разными способами, ну вот скорпионы у них жал на хвосте, но все-таки у большей части паукообразных ядовитые протоки находятся именно в ротовых частях. Именно в хелицерах. То есть для паукообразных хелицеры это основной ротовой орган. У насекомых и многоножек тритоцеребруму не соответствует ни одна пара конечностей. То есть тритоцеребрум, ну он практически полностью редуцирован. В некоторых работах считают, что он там все-таки есть в каком-то незначительном виде. В некоторых работах пишут, что тритоцеребрум просто отсутствует. Хотя на самом деле тут есть один важный момент, что вы помните, что от тритоцеребрума отходит ствол соматогастрической нервной системы. И он всегда отходит именно от тритоцеребрума. Поэтому большому счету у насекомых и многоножек тритоцеребруму соответствует ну просто основание этого нервного тяжа. Эти три сегмента составляют надглоточный ганглий. Дальше идет окологлоточное нервное кольцо и начинается подглоточный ганглий. О ракообразных насекомых и многоножек сегменты подглоточного ганглия устроены очень похожим образом. Первый сегмент подглоточного ганглия нервирует мандибулы. Это основной ротовой орган. И дальше следуют вспомогательные ротовые органы. Это максилы и в случае с насекомыми это нижняя губа. Но нижняя губа это на самом деле не что иное, как видоизмененные сросшиеся максилы. Таким образом у ракообразных и многоножек имеются мандибулы и две пары максил. У насекомых имеются мандибулы, максила и нижняя губа. Эти три сегмента составляют у них ротовой аппарат. У хелицеровых подглоточный ганглий нервирует только одну пару ротовых придатков. Это пидипальпы. А дальше следует ряд из локомоторных ног. Ну как правило четыре пары локомоторных ног. Ну и наконец последующие сегменты. Это уже либо сегменты груди, либо сегменты брюшка. Они могут у разных групп очень значительным образом варьировать. Для очень многих чекнистоногих животных характерны фасеточные глаза. Фасеточные глаза встречаются у насекомых, у ракообразных, у мечехвостов. Также они известны у ископаемых трилобитов и ракоскорпионов. Ну вот паукообразные и многоножки настоящие фасеточные глаза утратили. Причем утратили судя по всему вторично. У их предков фасеточные глаза вероятно все-таки были. Удивительная особенность состоит в том, что у всех таких вот разных и непохожих групп чекнистоногих животных строение фасеточных глаз удивительным образом сходно. Причем сходно оно в буквальном смысле на клеточном уровне. Потому что каждая фасетка фасеточного глаза состоит из строго определенного набора клеток. Этот набор клеток совершенно одинаковый у разных групп чекнистоногих. Итак, давайте пройдемся по амлотидию сверху вниз. В начале, ближе всего к поверхности глаза, лежат две корниогенные клетки. Или они же главные пигментные клетки. Этих клеток всегда две штуки. Они выделяют хитиновый покров, выделяют роговицу. Роговица это прозрачная хитиновая линза, которая защищает глаз и фокусирует на него свет. Под корниогенными клетками лежит хрустальный конус. По большому счету это хрусталик. Еще один оптический прибор, который фокусирует поток света. Хрустальный конус всегда состоит из четырех клеток. Ниже под хрустальным конусом лежат клетки ретинула. Это, собственно, фоторецепторные клетки. И этих клеток всегда на каждой амлотиде приходится восемь штук. Эти клетки образуют длинный глубокий колодец, внутрь которого направлены светочувствительные волоски клеток ретинула. От каждой клетки ретинула отходят по нерву, который, собственно, и считывает с глаза зрительную информацию. Каждый амлотидей также окружен рядом дополнительных пигментных клеток. Ну вот тут на картинке они показаны коричневым цветом. Это клетки светоизоляции. Для того, чтобы свет из одного амлотиде не попадал на другой, создавая при этом оптические шумы, каждый амлотидей с помощью этих пигментных клеток изолируется от окружающих. Такое строение глаза, то есть глаз, по большому счёту, состоит из большого количества отдельных фоторецепторных структур. Фасеточные глаза имеют, по сравнению со стандартными глазами, ну, например, с глазами такими, как у нас, имеют и достоинства, и недостатки. Ну, пожалуй, самым важным недостатком фасеточного глаза является отсутствие способности к аккомодации зрения. То есть они не могут менять фокусировку глаза. Глаз всегда сфокусирован на какое-то строго определённое расстояние, как правило, небольшое. То есть членистоногие, почти все членистоногие, это животные-близорукие. Ну, с другой стороны, они сами по себе, существа маленькие, им глядеть вдаль особого смысла нет. Но, тем не менее, вот тут вот на картинке вы видите несколько зелёных глаз паука-скакуна, который в данный момент смотрит на меня с неодобрением, когда я говорю про отсутствие способности к аккомодации зрения. Всё-таки в некоторых хитрых случаях аккомодация зрения у членистоногих возможна. Ну вот, например, пауки-скакуны способны фокусировать свой глаз на разную дистанцию. В том числе некоторые пауки-скакуны обладают достаточно хорошим дальнозорким зрением. Но, тем не менее, глаза пауков-скакунов достаточно сильно видоизменены по отношению к нормальной схеме. Да и, строго говоря, в стандартную схему нормального фасеточного глаза они не вписываются. Кстати, обратите внимание, что вот у паука-скакуна, да и у многих насекомых, если вы поймаете насекомое и будете смотреть ему в глаза, то вы можете обнаружить такой интересный оптический эффект, что вам кажется, что на этом глазу появляется зрачок, и этот зрачок как будто бы следит за вами, когда вы смотрите на этот глаз с разных сторон. Но на самом деле, конечно, никакого зрачка в глазу у насекомых нет. Просто когда вы смотрите на фасеточный глаз с разных сторон, вы заглядываете внутрь отдельных фасеток. Ну а, естественно, когда вы смотрите внутрь фасетки, вы увидите в ней полнейшую черноту, потому что светочувствительные клетки, на то они и светочувствительные клетки, чтобы поглощать весь свет, который на них падает. Поэтому те фасетки, которые в данный конкретный момент направлены на вас, вам кажутся абсолютно черными. А те же, которые направлены мимо вашего глаза, они наоборот отражают лучи света, и, соответственно, вам они кажутся более светлыми. Таким образом, в фасеточном глазу может появиться такой вот оптический эффект, как будто бы зрачок. Ну что же, возвращаясь к достоинствам и недостаткам фасеточных глаз. Ну да, фасеточные глаза не способны фокусироваться на определенную дистанцию, что определяет близорукость практически всех чинистов и многих животных. Но, собственно, недостатки на этом, по большому счету, и заканчиваются. А дальше начинаются одни сплошные достоинства. Ну, во-первых, такое строение глаза позволяет очень гибко работать с секторами обзора. В зависимости от потребности конкретного вида чинистоногого, глаза могут быть, ну, там, некоторым видом особо хорошее зрение не нужно, поэтому у них там всего несколько аматидиев, которые смотрят в одну сторону. Ну вот у других, например, у стрекоз, хотя нет, здесь на картинке не стрекоза, это какая-то хищная муха, судя по всему, да, вот они могут обеспечивать зрение практически по всей окружности вокруг их носителя. Такие глаза способны видеть в очень широком диапазоне длин волн. Как правило, оптический диапазон у чинистоногих значительно превосходит оптический диапазон у позвоночных. То есть, например, способность видеть в ультрафиолете – это почти стандартная вещь почти для любых насекомых. Особенно она развита у насекомых-антофилов, то есть те, которые летают на цветы, их опыляют. И, кстати, если когда-нибудь полезете в Google, посмотрите, как выглядят цветы в ультрафиолетовом спектре. На самом деле в ультрафиолете, то есть в том спектре, в котором видят те же самые пчёлы и прочие насекомые опылители, цветы выглядят совершенно не так, как мы их видеть привыкли. Это совершенно удивительная вещь. Более того, в такую структуру глаза достаточно легко вставить поляризатор. И у многих насекомых имеется способность видеть, улавливать поляризацию света. Таким образом, например, пчёлы, они когда летают, они ориентируются по солнцу. Причём даже в облачный день они всё равно ориентируются по солнцу, потому что в поляризованном свете солнце можно различить даже за облаками. Ещё одно достоинство – это то, что внутри этого глаза можно выделять отдельные группы аматидиев для разных функций. На самом деле практически любой глаз насекомого, если вы посмотрите внимательно на глаз этой мухи, то вы увидите, что фасетки верхней половины глаза более крупные. Фасетки нижней половины глаза более мелкие. Это связано с тем, что, естественно, когда насекомое летит, у него сверху небо, снизу земля. При этом интересующая данная конкретная животная информация с неба и с земли, она немножко разная. То есть для этого насекомого землю видит более чётко, чем небо. Ну, в общем-то, понятно, что это, скорее всего, хищная муха, и она где-то внизу под собой выискивает свою жертву. Поэтому глаз таким образом разделён. Довольно часто наблюдается разделение у животных, которые живут на поверхностной плёнке воды. То есть какой-нибудь жук плавает на поверхностной плёнке, при этом у него половина глаза смотрит из воды на поверхность, половина глаза смотрит, наоборот, в глубину воды. Иногда бывает так, что фасеточный глаз даже распадается на два глаза, один из которых оказывается направленный вверх, другой оказывается направленным вниз. Ну и вот на этой картинке вы видите такую интересную штуку. Это глаза самца падёнки. Падёнки это такие небольшие насекомые. И мага их живут буквально несколько дней, иногда и несколько часов. И за это время единственное, что они делают, это просто спариваются и откладывают яйца, сдают потомство. И вот самец, он живёт очень недолго и, по большому счёту, за свои несколько часов жизни в эмагинальном состоянии, всё, что ему нужно сделать, это найти самку. Так вот, то, что вы тут видите, это вот эти вот чёрные небольшие глаза, это глаза, которыми он просто смотрит вокруг. Это просто стандартные глаза. А вот два здоровенных рыжих глаза, глаза направленные вверх, это глаза, которыми он высматривает самок. То есть, бывают даже вот такие принципы специализации аматидиев в отдельном глазу. Ещё одной интересной особенностью глаз насекомых является частота считывания информации с этого глаза. То есть, то самое пресловутое количество кадров в секунду. Ну, вы, наверное, знаете, что для человека эта величина составляет примерно 24 кадра в секунду. То есть, при такой частоте смены кадров для вас череда фотографий превращается в плавную картинку. Хотя, конечно, опытные геймеры знают, что 24 кадра в секунду – это всё-таки недостаточно. Всё-таки 60 кадров в секунду значительно лучше, чем 24, но это уже отдельная песня. Но даже 60 кадров в секунду было бы недостаточно многим из насекомых, обладающим хорошим фасеточным зрением. Некоторые стрекозы, например, усваивают оптическую информацию из окружающей среды со скоростью до 200 кадров в секунду. При этом такой гигантский поток оптических данных достаточно сложно обработать. И направлять его напрямую в мозг совершенно невозможно. Ну, просто потому, что крошечный насекомный мозг от такого объёма данных просто взорвётся. Поэтому каждый фасеточный глаз оснащён ещё до того, как информация с него переходит в мозг, он имеет свои собственные каскады первичной обработки зрительной информации. Вот тут на картинке вы видите изображение гистологического среза этих фоторецепторных каскадов. Каскады первичной обработки зрительной информации у насекомых состоят из трёх слоёв нервных клеток, которые называются ламином ганглионарис, медулоэкстерно и медулоэнтерно. И нейроны между этими слоями идут достаточно характерным перекрёстным образом. Вот на картинке справа вы видите изображение гистологии насекомного глаза, а на картинке сверху слева вы видите структурное изображение компьютерной нейросети. Так вот, на самом деле принцип действия и у компьютерной нейросети, и у каскадов обработки оптических сигналов у насекомых, в общем-то, очень похож. То есть идея в том, что при получении большого объёма данных на входе эти данные преобразуются и выводятся в мозг уже в более упрощённом виде. Помимо сложных фасеточных глаз, у членистоногих часто встречаются простые глаза или стеммы. Простые глаза на самом деле вовсе не так уж и просты, как можно было бы подумать. На самом деле простой глаз, по большому счёту, является видоизменённым сложным глазом. Отдельные фасетки сложного глаза сливаются. А корнеогенные линзы, если на фасеточном глазе для каждой фасетки была своя собственная корнеогенная линза, то здесь она формируется одна, обобщённая на весь простой глазок. Простой глазок считается более простым фоторецепторным органом. Но тем не менее, как вы видите по структуре, он, вероятно, не так уж и прост, как могло бы показаться. Простые глаза есть почти у всех членистоногих. У личинок насекомых с полным превращением не бывает фасеточных глаз и смотрят они исключительно простыми глазами. Но при этом зрение у некоторых из них бывает достаточно неплохим. Ну и, наконец, у взрослых насекомых, как правило, в одной голове сочетаются и сложные глаза, и простые. Как вы можете видеть на фотографии этой великолепной осы. Членистоногие способны питаться самой разнообразной пищей. И, соответственно, пищеварительные системы у них могут быть крайне разнообразными. Но, тем не менее, общие моменты в их строении всё-таки можно обнаружить. Пищеварительная система состоит из передней, средней и задней кишки. При этом передняя и задняя кишка являются эктодермальными образованиями и покрыты хитиновой кутикулой. А вот средняя кишка, она энтодермальная. И, соответственно, кутикулой не покрыта. К передней кишке относятся рот, глотка, пищевод, зоб и желудок. То есть это канал первичной подготовки пищи к перевариванию. А, собственно, основное переваривание и всасывание осуществляется в средней, ну и отчасти в задней кишке. На границе средней и задней кишке, как правило, открываются мальпигиевые сосуды. Мальпигиевые сосуды характерны почти что для всех членистоногих животных. Хотя образовывались они, видимо, у хелицеровых и трахейных. У хелицеровых и мандибулят образовывались они, по-видимому, разными путями. В средней кишке также достаточно часто встречаются слепые выросты. Но не всегда. Ну и ещё одна интересная особенность пищеварительной системы членистоногих – это наличие в средней кишке перитрофической мембраны. Что это такое? Зачем она нужна? Ну, я уже говорил, что передняя кишка и задняя кишка покрыты хитиновой кутикулой, которая защищает клетки этих пищеварительных органов от механического воздействия питательных фрагментов, но при этом и определённым образом снижают возможности к всасыванию питательных веществ. Что же происходит в средней кишке? А точнее, на границе передней и средней кишки. На границе передней и средней кишки, сразу за желудком, имеется кольцо клеток, которые занимаются тем, что синтезируют тонкую хитиновую плёночку в виде чулка. И эта плёночка в виде чулка тянется вдоль всей средней кишки. Эта хитиновая мембрана, она достаточно хорошо проницаема для низкомолекулярных соединений. Но грубые механические частицы и высокомолекулярные соединения через неё проходить не способны. Таким образом получается очень интересная конструкция. С одной стороны, эта мембрана чисто механическим образом защищает клетки средней кишки от механических повреждений. Но это было одно. Интересно то, что эта мембрана позволяет разделить среднюю кишку на два независимых пищеварительных компартмента. Внутри перитрофической мембраны происходит переваривание высокомолекулярных соединений. А за пределами перитрофической мембраны происходит переваривание уже первично разложенных олигомеров. Соответственно, внутри перитрофической мембраны и снаружи работают разные ферменты. Они не перемешиваются, что позволяет в нужных местах создавать большие концентрации необходимых именно там пищеварительных веществ. Пиридрофическая мембрана непрочная и, как правило, она выбрасывается наружу вместе с фекальными массами и постоянно отращивается заново. Тип артроподы делится на три подтипа. Самый базальный и плезиоморфный подтип это трилобиты, полностью вымершие животные, жившие в палеозойскую эру. Два современных подтипа это хелицеровые и мандибуляты. К хелицеровым относятся прежде всего паукообразные, но также еще мечехвостые и ископаемые рак скорпиона. К мандибулятам относятся насекомые, ракообразные и многоножки. Изучать разнообразие членицногих мы начнем именно с короткого разговора про ископаемых трилобитов. Подтип трилобиты включает всего один класс трилобиты. Название такое означает разделенное на три части, потому что если вы посмотрите на это животное, то как его не дели, что вдоль, что поперек, получается три части. Если делить поперек, то он делится на три тагмы, это голова, грудь и пигидий. Если делить вдоль, то вы увидите, что у него имеется аксиальная лопасть, или еще называют рахис, и боковые плевральные лопасти. То есть тоже делится на три части, в том числе и вдоль. Трилобиты жили в течение всего Палеозоя. Время их жизни просто вот ровно от начала, ровно до конца Палеозойской эры. От начала Кембрия до конца Пермского периода. 450-250 миллионов лет назад. Эти ископаемые животные насчитывают более 20 тысяч видов. Это вообще удивительная вещь. Вдумайтесь, что это, несмотря на неполноту палеонтологической летописи, несмотря на то, что прошло полмиллиарда лет со времени их существования, до нас дошло такое гигантское видовое разнообразие этих существ. Ну, просто для сравнения я вам скажу, что всех современных млекопитающих известно примерно 5 тысяч видов. Вот от 5 тысяч видов это все млекопитающие. Вот только одних ископаемых трилобитов 20 тысяч. Ну и, естественно, не только видовое разнообразие, но и количественное разнообразие тоже. Количество находок огромное. По всей территории земного шара, на всех континентах, везде встречаются трилобиты. В том числе, по-моему, у нас в Вологодской области тоже каких-то находили. Но тут не уверенно, надо будет сходить в музей природы и посмотреть. Кажется, есть. Трилобиты – это членистоногие средних размеров. Средние размеры этих животных составляли порядка 3-6 сантиметров в длину. Хотя отдельные крупные особи могли достигать почти что метровой длины. По образу жизни это были исключительно морские животные, придонные или даже закапывающиеся, обитатели ила. Древнейшие кембрийские трилобиты, вероятно, были в основном хищниками, но позднее они плотно переключились на детритафагию и вплоть до конца палеозоя занимались тем, что поедали на дне разлагающуюся органику. Интересной особенностью трилобитов была сильная минерализация тергитов. Тут обратите внимание, речь идёт только о тергитах, только о спинных склеритах. Поэтому с трилобитами наблюдается удивительная вещь. Вот 20 тысяч видов. Эти 20 тысяч видов известны исключительно по их спинным щитам, исключительно по тергитам. На 20 тысяч видов трилобитов приходится около 20 видов, для которых известно строение брюшной стороны тела. То есть брюшная сторона тела известна у трилобитов для одного вида из тысячи. Это связано с тем, что спинная сторона представляла из себя бронированный щит. Хитин был хорошо минерализован, поэтому он хорошо сохранялся. А вот брюшная сторона имела очень слабую минерализацию хитиновых покровов. Поэтому она почти никогда не сохраняется. Трилобиты имели крайне простую сегментацию тела. Их голова состояла из пяти сегментов. Первые два сегмента более-менее понятны. Простомиум нёс, протоцеребрум нервировал глаза. Причём глаза были совершенно фантастические. Глаза у трилобитов могли насчитывать до 20 тысяч амотидиев. 20 тысяч фасеток в фасеточном глазу. Это на уровне современных самых зорких насекомых. То есть у стрекоза такое бывает. Да и то редко. А тут, в общем-то, придонное животное, которое тем более ещё и жило зачастую, закопавшись каким-то, зачем-то имело такие фантастически хорошие глаза. Глаза часто располагались, ещё и выносились на поверхность тела на ножки. То есть они были расположены на специальном вырасте. Да и то церебрум, как полагается, нервировала антенна. Трита церебрум, ну, трита церебрум не найден. Вероятно, примерно как у насекомых, он почти полностью отсутствует. А вот дальше, начиная с подглоточного ганглия и далее, всё очень скучно и однообразно. Специализированных ротовых частей у трилобитов не было. Подглоточный ганглий, вот сразу от окологлоточного кольца, начинает иннервировать ноги. И эти ноги, собственно, составляют единственный тип конечностей, который был у трилобитов. Это вообще удивительная вещь, что вся эволюция членистоногих, это на самом деле эволюция ног. Членистоногие отличаются между собой тем, что они смогли из своих ног сделать. А вот трилобиты дали 20 тысяч видов, это 20 тысяч только те, которые до нас дошли, не полоната палеонтологической летописи, но можете представить себе, сколько их там было на самом деле. И у них у всех ноги были совершенно одинаковые. Не было ни мандибул, ни максил. Всё тело было покрыто совершенно одинаковыми ногами. И эти ноги абсолютно не отличаются у разных групп трилобита. Правда, ноги сами по себе были устроены достаточно сложным образом. Это были так называемые двуветвистые конечности. Ну, вы не думайте, двуветвистая конечность это не какая-то исключительно ископаемая вещь. Двуветвистые конечности характерны и для многих современных членистоногих. В чём особенности этой конечности? Особенность её в том, что от базального членика, от кокса, то есть от тазика, отходит не один ряд подвижно-сочленённых члеников, а два ряда подвижно-сочленённых члеников. Так называемые экзоподит и эндоподит. То есть две ветви ноги. При этом эти две ветви несут разные функции. Эндоподит направлен вниз, и он представляет из себя ходильную ногу, а экзоподит – это нога, которая превращается в жабру. Так вот, всё тело, от головы, ноги начинали расти ещё на голове. Голова, грудь и, кстати, абдомен тоже все были покрыты совершенно одинакового типа ногами. Интересным образом происходило индивидуальное развитие трилобитов. Я сейчас не буду особо сильно останавливаться на этом вопросе. Просто скажу, что развитие трилобита происходило с увеличением числа сегментов тела. То есть личинка трилобита, которая только выходила из яйца, имела только пятисегментную голову и односегментный пигидий. И позднее при каждой линьке количество сегментов тела наращивалось. Сначала увеличивалось количество сегментов пигидий, потом между пигидием и головой начинали вставляться подвижные сегменты груди. Надо сказать, что сегменты груди и сегменты пигидия вообще мало чем отличались у трилобитов. И те, и другие несли совершенно одинаковые ноги. Единственным различием было то, что сегменты пигидия между собой были монолитно слиты. А сегменты груди соединялись между собой подвижно. Вот, собственно, и вся разница. Трилобиты были очень разнообразными животными, но всё их разнообразие, по большому счёту, сводилось к разнообразию строения спинных щитов. Ну, по большому счёту, кроме спинных щитов, как я уже говорил, от них почти ничего не дошло. У трилобитов очень часто на спинных щитах образовывались всевозможные шипы, зубья, выросты. Иногда глаза располагались на длинных стебельках. Причём, в отличие от современных раков, у которых глаза тоже на стебельках, у трилобитов эти стебельки были совершенно монолитными. Они никак не двигались, просто были жёстко прикреплены к телу. Для некоторых трилобитов достаточно характерная особенность состояла в том, что они умели сворачиваться в клубок. Ну, вот, примерно как ёжик. Когда на него нападают, он своё мягкое брюшко сворачивает внутрь и направляет наружу свои жёсткие иголки. Вот то же самое делали трилобиты. Они свои мягкие ноги и мягкое брюшко прятали внутрь и направляли наружу свой жёсткий, прочно минерализованный панцирь. Причём, когда они встречали смерть и последующее палеонтологическое захоронение, они часто реагировали на неё именно таким защитным образом. Так что очень часто находят трилобитов, свёрнутых в такой вот мячик.